Скажи-ка, дядя, ведь не даром титульная возможность в гасе Серилу Ганну отдана. Ой, чё это я? Приветствую всех, друзья! Сегодня у нас на повестке дня заключительный разбор боя нашего Смурая Саши Волкова и французского захватчика поединка за пояс Серила Гана. Очень многое поменялось. Волков, наконец, нормально пофоткался для UFC. Серил Ганн пробует смягчить удары, драго отращивая бороду. Но и сам в ответ обещает нокаутировать Санька, говоря, что уж слишком сильно Волков боится пропускать удары. Крайне интересный бой для нас, который и выяснит, кто следующий для чемпиона Фрэнси Санганну. Интересно, знаете, то, что Волков с таким багажом опыта в этом бою андердог, коэффициент на его победу 2.33, когда коэффициент на победу Серила Гана в этом поединке всего 1.7. Ну а если понимать, насколько они опасны и насколько они хотят заявить о себе перед титульником, чтобы обойти всяких Джоанзов, Мио, Чичей, они будут стремиться стопудово вырубать. И коэффициент на досрочную победу здесь 1.85, что очень даже солидно. И, кстати, друзья, поддержите ролик, пожалуйста, лайком. А то я походу вылетел из всех возможных рекомендаций, покалечился от этого сраного коровьего вируса и приводил свой голос в норму. Спасибо и погнали. Начнем давайте с того, что если вы не смотрели первый ролик про Волкова и Серила, то вы многое пропустили. Он набрал уже почти 200 тысяч, и там мы говорим более подробно про Гана. Сегодня же мы обсудим, чего именно ждать в бою от Гана и Волкова, какие именно шансы на победу у обоих, и самое интересное, сделаем заключительный прогноз, кто же заберет победу. Если говорить про Сашу Волкова, мы помним, что в Росте он всегда фаворит. И за счет своей антропометрии, длинных конечностей неплохо так избегает опасных ударов и достает даже самых быстрых соперников. И знаете, несмотря что Ганн у нас такой взбитый, вкачаный монстр, такое впечатление, что горой именно в этом бою будет Волков. И он обладает куда большей физической силой и стойкостью. Если говорим про Гана, про хитрого француза, который собирается украсть возможность у российских фанатов увидеть нового чемпиона UFC из России, в прошлом-то бою с Розеном он не был похож на самого себя, согласитесь. Избегал Рона, минутами стоял перед каким-то потерянным штруком и вообще был без атак. Скорее всего, это был геймплан, который, кстати, сам Серилыч и после подтвердил. И понятное дело, что Волкова они тоже изучили точно достаточно. Они знают, что слабая сторона Сани – это агрессивные атаки и давление. И если Саша не успевает ответить или отойти, то порой пропускает самые опасные боковые. В этот раз, друзья, возьмите на заметку, скорее всего, мы увидим нового Гана, агрессивного. Он может пойти ва-банк, начать раздергивать, просаживать Сашу уже к середине первого раунда, увеличивая темп, сбивая его работу и создавая такую, знаете, иллюзию огромной разницы в скорости. И я думаю, Ган вряд ли захочет затягивать встречу на всю дистанцию. Но вот что будет делать Волков в случае таких действий от француза? Саша точно не захочет гоняться за Ганом в первом раунде. Я думаю, от него будет как минимум пара минут разведки, прежде чем он наведет прицел. Волков понимает, что Ган – это не оверим, и от пары ударов он не поползет в свой угол. Ган стойкий и может стоять пять раундов, получая урон. Саша в этом бою нельзя давать отрабатывать французу первым номером слишком много. Нельзя давать себя зажимать, и тоже ему придется форсировать события. Это, к слову, кстати, до срочки в этом бою. Учитывая нынешнюю форму Волкова сейчас, я бы даже поспорил, кто в этом бою фаворит. Ибо Серил круче только местом в рейтинге выше на две строчки. На стороне Саши опыт, ударная мощь, футворк, боксерские комбинации, но и высоченная точность попаданий. Уж его-то сил с головой хватит, чтобы контролировать ход поединка и работать первым номером, заставляя Серила раз за разом сокращать дистанцию, чтобы хотя бы что-то попадать и доносить. Ну и здесь уже красиво встречать и заставлять нарываться на быстрые, точные, тяжелые двойки. Чем опасен у нас Ганыч и где его шансы? Ну здесь у нас два момента, это челнок и скорость. Его ударку нельзя назвать превосходной, никого он прям в тотал не разбивал. Он аккуратный, боится разменов и сам ничуть не меньше, а то и больше. Боится пропустить, хотя кидает камни в огород Сани. Если вы пересмотрите его любой бой, в каждом размене Ганн старался не переиграть соперника, а отпрыгивать назад и отходить, лишь бы ничего не пропустить. В очередной раз доказывая, что в чужом глазу мы увидим соринку, а в своем и бревна не замечаем. Удивить в партере он тоже вряд ли сможет, тем более от Волкова. Я думаю, если он полезет бороться, то прежде всего пожалеет сам. Ибо когда Саня уже доминировал в гарде, Ганн еще учился завязывать боксерские перчатки. Конечно, Серил мотивирован на быстрый прыжок поясу. Вся эта история с Ингану, с бывшим товарищем по команде, про которую мы в прошлом видосе подробно, кстати, говорили. Но в этот раз Серил сойдется слишком опытным бойцом, который уже прошел огонь, воду и медные трубы. Да и за все время из опасных Ганн прошел, наверное, только розенстрайка. И то опасен ли был он? По-моему, такой сторожил от топовой десятки. Ну и теперь прогноз. Заключительный прогноз. Первое, это определенно точно нужна боем досрочка. Иначе еще как минимум, еще один бой каждому до пояса. Нужно впечатлять промоушен. Чтобы Дана Уайт сказал на прессухе, все, Волков, ну или Ганн, точно следующий. А победу, по моему мнению, заберет здесь все-таки, я думаю, Саша Волков. Во-первых, форма его впечатляет, и сейчас он наконец восходит на свой пик. Ну и также, я думаю, если не касаться ударка этих шашек в октагоне, Саша этот бой должен забирать как минимум на опыте. Ну остальное-то что, не ошибиться и сделать свое прекрасное дело. Большой бой, друзья, нас ждет уже в эти выходные. Ну и давайте по традиции прожмем лайк, особенно если болеете за Сашу. Он, кстати, тоже смотрит мои видосы, пацаны не раз у него про них спрашивали. Можете даже пожелать ему и в комментариях удачи, думаю, прочтет. Ну и пишите свой прогноз к этому поединку, кто и как заберет победу. И кто окажется точнее всех, тому вышлют 2000 рублей чисто от себя. К примеру, Волков победит Изи Килем в конце четвертого раунда, или Серил пропустит запрещенное колено и вырвет победу, как наш любимый старина Стерлинг. В общем, что-нибудь такое подробное, веселое и с креативом. А у меня же на сегодня все. Лучшая ваша поддержка это ваш бойцовский лайк. Ну и комментик так в 4-5 слов, дабы поддержать алгоритмы Ютуба, про которые, правда, никто не знает. Как там и что работает, но все же. И последнее, обязательно, просто обязательно подписаться на канал. Всем мир, не прощаемся.